Здравствуйте, с вами Катерина Баева, консультант по личным финансам и инвестициям. По инвестициям, а не по трейдингу, потере денег в азартных играх. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, насколько выгодно или невыгодно инвестировать в золото и стоит ли. Мне часто говорят, что надо инвестировать в золото. И когда меня человек это спрашивает, первый мой вопрос, я говорю, а в какой форме? И сразу, если человек более-менее разбирается, говорит, а, ну да. Какая первая проблема в России с золотом? Оно связано с довольно серьезными издержками. То есть золото бывает в каком виде в России? Например, это обезличенные металлические счета. Они, во-первых, не застрахованы системой страхования вкладов, поэтому мы несем риск банкротства в банке, если мы покупаем обезличенный металлический счет. А во-вторых, по ним довольно большие спреды. Спреды могут быть там 10, 12 и так далее процентов. То есть представляете себе, что если золото выросло в 12 процентов, вы просто остались при своих. Это первый пункт. Какое еще бывает в форме золота? В форме золота бывает в форме слитков и золотых монет. Ну и не будем брать ювелирные украшения, которые, если вы будете сдавать в ломбард, вы сдадите просто по цене золотого лома. Я не беру в расчет какие-то там уникальные антикварные вещи. Я беру вот массовку, которую можно купить в магазине. Вы ее сдадите с очень серьезным дисконтом, если будете продавать. И сдать ее можно только, опять же, в ломбард, ювелирный и так далее. Соответственно, остаются варианты слитки и золотые монеты. Что у нас с слитками происходит? Со слитками у нас происходит следующая ситуация. Опять спреды, опять затраты на хранение. То есть не матрасом же вы его будете хранить, вы его будете хранить, скорее всего, в банке, в том же, в котором мы купили. При этом надо быть очень аккуратным при хранении золота, потому что если там будут какие-то повреждения, даже буквально пятна от пальцев, у вас его примут с большим дисконтом или не примут вообще. Причем надо понимать, что золото, у нас оборот золотых металлов в России вообще-то запрещен. То есть вы не можете продать золотой слиток соседу или другу. Вы его можете сдать только в банк. Поэтому при этом банки не особо охотно, и не без дисконта возьмут у вас золотой слиток со всеми документами другого банка. Поэтому золото надо покупать в надежном банке, который у вас в случае чего его примет. То есть мы что имеем при золотом слитке? Затраты на хранение. Мы имеем спред, разницу купли-продажи. И с золотыми слитками мы еще имеем НДС, который можно в некоторых случаях избежать, в некоторых случаях вам его придется заплатить. С золотыми монетами НДСа не будет, но опять же затраты на хранение и спред. И вариант, что если вы его купили в каком-то не очень надежном банке, он разорился, вы его не сможете сдать без дисконта в другой банк. Причем вам еще нужно иметь документы на эти золотые монеты или золотой слиток. Иначе вы сдадите это все еще по более низкой цене, по цене лома. Соответственно, какие еще бывают варианты в России? Золотые пифы. С золотыми пифами опять проблема в чем? В том, что очень высокие затраты на управление этого пифа, как и собственно со всеми пифами в России. Почему? Потому что индустрия у нас маленькая, фонд маленький, а затраты инфраструктурные довольно высокие. Соответственно, фонды вынуждены брать высокие комиссии за управление. Еще какие проблемы могут быть? И какие варианты могут быть для покупки пифов? Остается, собственно, у нас есть в России биржевой фонд Финекса, FXGold, который можно купить. Он, на мой взгляд, оптимальный вариант для покупки золота, в форме золота для инвестирования. Но при этом это может быть только как покупка в части диверсифицированного портфеля не отдельно вложение в золото. Что у нас еще бывает? Если мы выходим на американский фондовый рынок, то там будут золотые биржевые фонды тоже, которые покупают физическое золото и хранят его в хранилище. Эти фонды довольно низкозатратны. То есть там затраты на управление будут буквально десятой доли процента. Соответственно, первое, что с золотом проблемно в России, может быть, это форма. В какой форме золото купить? Второе. Насколько выгодно, в принципе, покупать золото с точки зрения актива? Что такое золото? Золото – это некий товарный актив, который растет на величину инфляции, плюс некая составляющая на элемент паники. То есть в моменты кризисов, в моменты, когда рынки лихорадят, золото может расти. Ну, у нас такая спекулятивная составляющая, но потом также оно может и откатываться. То есть за его ростом нет реальной составляющей. Это не производство, которое растет. Например, когда мы покупаем долю в компании, акцию компании, которая растет, растет производство, растут цены, растет товарооборот. Это не облигация, которая дает нам проценты за пользование деньгами. Это некий товарный актив, такой же, как недвижимость, например, и так далее. С некоторыми, ну, скажем так, особенностями, что этот актив, он имеет некую спекулятивную составляющую. Если говорить про то, стоит ли добавлять золото в портфель, моя позиция, что да, стоит. Чем хорошо золото? Оно хорошо тем, что оно себя ведет независимая его доходность от доходности, например, акций в портфеле или облигаций в портфеле. То есть, к примеру, акции могут расти, и золото может расти. Акции могут падать, а золото может расти. Тем самым сглаживается некая просадка портфеля в период кризиса, например. И это бывает важно для инвесторов. Но при этом покупать отдельно золото я не рекомендую. Гораздо лучший вариант вы получите от диверсифицированного портфеля, составленного из разных классов активов, акций, облигаций. Ну и в том числе, там может быть и золото. С вами была Катерина Баева. Надеюсь, это видео вам было полезным. Ставьте лайки, подписываемся на мой канал. До встречи!